итак что мы имеем наш жесткий кожух затвердел прошли сутки даже больше потому что я по воскресеньям не работаю то есть субботу занимались жестким кожухом воскресенье все это дело стояло сегодня у нас понедельник излишки смолы стекли на основании здесь толщиной слой получился около 10 миллиметров но это неплохо но если получится этого избежать да главное чтобы равномерный слой был при расхода материала тоже не надо но получилось получилось хорошо главный наш интересует больше всего жесткость жесткость нашего кожуха жесткого жесткого козырку кожуха жесткость ничего следующим этапом что делаем сейчас все покажу подробно вот у нас есть наша опалубка мы ее разбираем по опалубку как показала праздника не всем было понятно почему-то некоторые моменты при создании жесткого кожуха давно этим занимается думали что это все очень громоздко неудобно подробно все объяснил доступно оказалось что нет сейчас мы это исправим попадает нам все в кадр снимаем струбцины благодаря тому что мы нанесли разделитель наши опалубки легко отсоединяется наша палка легко разбирается иначе противном случае было бы очень печально жесткость достаточно и мы сейчас еще все это дело подрежем сейчас еще сниму снимаем дальше мы теперь жесткий кожуха если правильно сделали жесткий кожух он вас легким образом вот таким он снимется удачно на маленькую легко легко и у вас никаких не будет проблем дальше это тоже снимаем если в жесткий кожух по каким-то причинам не идет где-то что-то какие-то трудности у вас возникают не надо его рвать надо потихонечку полегонечку искать слабину выбирать бывает особенно лицевая часть где-то залив произошел где-то получился обратный уголочек в раскачку потихонечку не спеша не торопясь снимаем осторожнее с вот этими вот частями они как иголки очень острые советую работу конечно в перчатках перчатки оденем сейчас вот им перчатки с эпоксидной смолой это достаточно распространенная проблема когда какие-то поднутрение которого все-таки образовать и туда смола затекла результате получился обратный угол и теперь жесткий кожух не снимается но он снимется до 100 процентов только надо быть терпеливым потихонечку раскачку где-то что-то просто не спешим чтобы не испортить наш силиконовый вкладыш каждую сторону бывает что-то легко снимается было где-то просто что-то по стеклу если сейчас очень резко дернуть можно нарушить силиконовый вкладыш вот одна часть силиконовой формы на силиконовый вкладыш в своем законном месте теперь осталось сначала модель посмотрим как это пойдет вижу где уже небольшие проблемные места конечно такого желательно чтобы происходило желательно чтобы ваш жёсткий кожух снимался легко и непринужденно ну вот как я и говорил ближе покажу видите вот эти вот отрицательные углы здесь вот где их подсрезала силикон маленечко 10 особенно видно это ничего страшного наша форма останется в рабочем состоянии ничего с ней не произошло жестких кожух сейчас покажу как дорабатывается вот поэтому я говорю что с эпоксидной смолой есть небольшие проблемы и основное преимущество то что она не имеет запаха но за своей излишней жидкой текучести она затекает хоть мы и делали вот такие вот поднутри не до забивали их здесь осталось здесь остались все таки эти вот ненужные штучки как с ними бороться сейчас все покажу то есть при помощи фрезера это все дело убираем сейчас достанем нашу модель убедимся что наш силиконовый вкладыш полном порядке ничего с ним не произошло он рабочий где не порвался снимаем видно вот наша модель целости и сохранности выглядит прекрасно маленько сместить вот так вот здесь все тоже есть небольшие моменты которые надо будет доработать например с глазами здесь маленечко подрежем до что вот этого затекания не был вот эти вот торчашки тоже все надо будет подобрать видно да видно ну и все вот эти пипитки срезать здесь все идеально нигде ничего не порвалась не растянулась толщина нас принципе устраивает всех местах сейчас наша задача поработать жестким кожухом то есть нашу модель мы прибираем сторонку делаем делаем следующее убираем чал пластилин удобными подручными вами средствами поэтому мы его без подручными подручения мыczяем есть 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 Продолжение следует... Вот поэтому я советую использовать пластилин, когда мы работаем с эпоксидной смолой. Она очень жидко-текучая, поэтому вот так вот затекает. Даже в те места, где у нас был пластилин, она затекла под пластилин, образовал отрицательный угол. Из-за этого наш жесткий кожух плохо снимается с нашей силиконовой формы. То есть, вот смотрите, видно в этом месте, видно, как жесткий кожух срезал часть нашей силиконовой формы. Но тут он совсем немножко... Получается, края очень острые, как бритва. А здесь вот получился отрицательный угол. Это тоже плохо, хотя мы использовали пластилин. А если бы пластилин не использовали, то был бы такой отрицательный угол, что мы вообще бы не смогли снять наш жесткий кожух. Поэтому при использовании эпоксидной смолы обязательно поднутрение надо будет заполнять пластилином. При использовании полиэфирной смолы этого делать не обязательно. Или другой вариант борьбы с поднутрениями, это когда эти поднутрения полностью забиваются силиконом. Но об этом я уже говорил о минусах этого способа. Силиконовая форма, силиконовый вкладыш в этом месте становится более толстым, процесс расформовки становится более сложным, расход силикона увеличивается. Я думаю, пластилиновое решение здесь гораздо удобнее, пускай и более трудоемкое. Хотя в некоторых случаях это получается быстрее. Чтобы забить поднутрение силиконом, такие вот отрицательные углы, надо замешать грамм 25 силикона, нанести, подождать 2-3 часа. То есть отнимает ваше время. С пластилином все гораздо быстрее. Залепили это место пластилином. И можно уже делать жесткий кожух. В этом плане удобнее. Качков не вижу. Значит, пластилин. Все, прибираем отсюда. И немного поработаем над нашим жестким кожухом. Чем будем работать и как будем работать? Будем работать вот такой шлифовальной машинкой. Это шлифмашинка для зуботехников. Называется микромоторонь. Его зовут. Ценник на Алиэкспресс в районе 5 или 6 тысяч рублей. Все зависит от мощности его. У меня вот такая. Траус 204. Можно поискать что-то более дешевое. Например, сбор машины какие-то другие. Допустим, что у нас там есть? Забыл, как называется-то. Ладно, не важно. В принципе, в принципе, думаю, главное, чтобы был понятен. Так. Вот у нас есть наши подтеки эпоксидной смолы. Нам надо их зачистить. Убираем. Смысл сейчас какой? Убираем все острые края, которые могут резать наш жесткий кожух. Снимаем фаску по периметру. Снимаем здесь все острые края. Во-первых, это для нашей безопасности, что мы когда работали с нашей силиконовой формой, мы нигде не могли зацепиться, порезаться, поцарапаться. Ну и второе, это скажется на долговечности нашего кожуха. То есть при отливке, чтобы его на большее количество съемок ухватило. Все, наш бормашина заработала. И начинаем. Не вижу сейчас очков где-то у меня. А вообще работать надо в очках. Желательно в лепестковом. В респираторе хотя бы. Потому что пыль, которая в итоге образуется, ей не очень удачно хорошо дышать. Бережем свое здоровье. Ну и глаза. Бережем свое здоровье. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА